Встречайте в нашей студии гость. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей Гривень, друзья, капитан команды КВН «Русские дороги». Русская дорога. Русская дорога. А знаете, тут просто каждый день дороги, 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 дороги. Вы вообще оценили сразу масштаб нашей встречи, как мы старались насчет дорог. Думаем, приедет к нам капитан. Да, да, очень крутые дороги у вас. Делают, делают. То есть вы видели еще уже то, что красиво? Да, я не первый раз здесь. А, серьезно? А где-то у меня, что вы в Симферополе первый раз. А, в Симферополе первый раз. В Крыму, я имею в виду. А, в Крыму. Я так обобщу. Уже успели оценить, как вам, ну, может, в Симферополе? Нет, мы вчера вечером приехали. Ну, я вчера вечером прилетел. Еще не гулял, но хочу сегодня походить. Мне кажется, у вас сегодня настолько насыщенный график. Успеете ли? Да, постараюсь, постараюсь. Алексей, ну, вы приехали к нам. В качестве гостя вы будете в жюри у нас в КФУ? Да, да, в КФУ. КВН, игра. Да, 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 Таврическая академия. Будет сегодня игра, посвященная честь Дню студента. Кстати, поздравляю всех студентов. И не только Дню студента. Он КФУ отметил 100 лет, и, как говорится, кривение. Раз в 100 лет в Симферополь приехал. Вот по-другому не скажешь. Я знаю ваш образ сценический, все-таки, да, там образ такого, даже не знаю, бригадира, что ли. Вот вы так прям похожи. Где ваша шапка? Вы когда в ней, вы шутите. Шапка? Не намерены шутить? Отдайте нам шапку, друзья. А когда? Можно забрать ее? Денис, отдай нам шапку, вот, может, вам комфортнее будет. Я просто, у нас-то запись всегда вечером, а тут утром. Шапки-то, как ты вечно. На самом-то деле, красавица-то какая, красавица. Вот, вот теперь все узнает. Думаю, он или не он. Hello, Крым. Слушайте, вот откуда, как появился этот образ-то? Что решили-то шапку носить? Один человек мне посоветовал, мы давно играли в КВН, и есть такой продюсер, ну, он сейчас директор ТНТ, это Вячеслав Дусмухамедов, мы снимались в Comedy Battle, вот, и прошли в полуфинал, очень плохо выступили, на самом деле. Хоть чем-то запомниться решил. Не, не, там без шапки было, я был в пиджаке, там, с галстучком, и после съемки мы к нему подошли, он говорит, слушай, ну, кого вы обманываете, зачем вы пиджаки на себя понадевали? Так, снять срочно. Да, говорит, возьми шапку, говорит, норковую одень, встань в зеркало, посмотри, на кого ты похож, того и делай на сцене. Зритель будет верить, соответственно, сразу будет доверие, и все будут смеяться. А, так все дело в шляпе. Да, я приехал домой, надел шапку и понял, что мое. Я думала, он такой настоящий продюсер подошел, говорит, на тебе шапку, и вот мне. А, не, 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 это был дружеский совет. Бюджетный дружеский совет. Расскажите о вашей команде. Вот вы, капитан, мне всегда еще было интересно, как выбирают капитана? Да, капитана, как и родители, наверное, не выбирают. А, то есть сам пришел и такой, капитан? Нет, ну, просто у кого какие обязанности в команде, кто лучше всего справляется. Кто лучше всего справляется с шутками, пишет, доносит. Ну, вот, ну, правда. Там больше надо, не, пишет у нас вся команда, все ребята авторы. Вот, не знаю, почему я. Сам не могу понять, почему, да, как-то ребята единогласны. Я обзваниваюсь, набираю, принимаю какие-то решения совместно с ребятами, но почему-то я. Вы в Симферополь впервые приехали, с крымским КВНом знакомы? Ну, когда к нам собирались, вообще решили промониторить, посмотреть крымские команды. Знаете, у нас вот говорят, что, вот, например, если ты осень встретил без депрессии, посмотри крымский КВН, и она тебя накроет. Вот вы вообще как? Знакомы с нашим КВНом? Да, я приезжал в региональную лигу Севастополя, вот. Да почему, есть у вас хорошая команда, у вас хорошая лига. Есть, конечно, это я только что шутку придумала, мне же надо как-то, у меня хоть шапки нет. Нет, все хорошо, просто надо, я не знаю, у вас много команд, по-моему, было. Много. Так вот, еще больше надо. Да ладно? Конечно, конечно, у нас в Армавире, например, три лиги, и в каждой команд по 30 играет. Ну, все, хорошо, мотаем себе на ус и думаю, ладно, там будут появляться, и тем более, когда какие-то трудности или что именно, вот, чувство юмора помогает пережить. А вот вы часто слышите, что КВН уже не тот, и все такое? Всегда, каждый раз, после каждого своего эфира. Вот, давайте мы не будем делать исключения, сейчас вот уже у нас в эфире, мы у наших симферопольцев решили спросить, вот почему КВН тот или не тот, вот о чем, что они скажут? По-моему, все тот же. Может быть не тот, может юмор стал другой какой-то, раньше мы по-другому как-то более смеяли, сейчас более, наверное, к английскому юмору. Мы привыкли, которые не понимаем. Все-таки еще тот. Почему? Ну, радует людей, веселит, повышает настроение. Тот КВН, который был в мое время, конечно, мне лучше. Сейчас немножко шутки другие, и о другом, но в принципе, в принципе, это хорошо. Лучше КВНом заниматься, чем другим. Все мы меняемся. Я считаю, что игра на игру не приходится, иногда великолепная, иногда средненькая. А есть сейчас любимые команды какие-то? Ну, я не так, чтобы часто смотрю, но Пятигорск мне нравился. Сам учусь в КФУ Вернанского, вот буду участвовать в КВН в четверг. Конечно, уже не тот, все же идет в ногу со временем, уже как бы все по-другому. Мне нравился Пятигорск. А сейчас? Сейчас? А сейчас я не смотрю его. Люблю, смотрю. Не всегда тот, но иногда бывают просто удачи. Если честно говорить, мне не очень нравится, когда Масляков стоит вот это и командует там. Нет, это так, честно. А так вообще нормально все. Нет. Мне кажется, что шутки у каждого человека свои, каждому, наверное, смешно в той или иной ситуации. Поэтому для поколений более молодого, может быть, и не тот. А для поколений наших родителей довольно-таки смешно, наверное. Может быть, привыкли, потому что раньше игроки другие были. И сейчас, когда эти игроки сидят в жюри, то есть включаешь и смотришь на них, как на легенду. А сейчас? Ну, сейчас тоже интересно. Многие добиваются многого. И тоже интересно смотреть и слушать их. Пока жив Масляков, значит, КВН жив. Смешно не было бы, не смотрели бы? Не люблю. Почему? Ну, не знаю. Не то, что не тот. Ну, как-то... Ну, да, какие-то эти похабные шутки надоели. Они везде сейчас. И КВН заменил Камеди Клаб, ну, и все остальные. Уже не тот. Почему? Не знаю. Вот с этим посложнее будет, конечно. Ну, тот он был веселый такой. А сейчас все в основном о политике. Поэтому, ну, не очень смешно. КВН? Ну, думаю, да. Почему? Ну, не знаю. Шутки не такие. Какие-то не особо, да. Я очень люблю. Я старые выпуски смотрю и новые, если попадаю. За огромное удовольствие. Ну, вот, вот не тот и все. И тут, ну, Масляков, ну, тут никуда от этого не денешься. Пока есть же. Кстати, вот как вы выбираете? Видите, людям не очень нравятся там шутки, похабные, непохабные. А вот тему своих выступлений. То, что на поверхности лежит или то, что еще не избито? Ну, КВН сейчас стал не тот, или, да, как говорят, ну, так и говорят, что КВН уже не тот, потому что сейчас век интернета начался. То есть очень тяжело. КВН – это телевизионная передача, которая записывается заранее. То есть, например, мы позавчера отыграли Кубок Мэра, прошли финал, а об этом люди узнают, если не соврать, числа, наверное, 9 декабря, по-моему. Ну, вот благодаря интернету мы об этом тоже узнали и вас поздравляем. Это большая для вас победа. Но есть еще все равно к чему стремиться-то. Ну, конечно, конечно. И просто вот мы, например, шутим в актуальные какие-то вещи, да, а эфир выходит через месяц. И уже все, актуальная шутка потеряла. Естественно, в интернете это уже обшутили все и забыли три раза эту тему. Самый показатель – это Светлогорск. Он записывается летом, а показывается в ноябре. Ну, запоздалая реакция, ну да, командам в этих условиях, наверное, сложновато. Вот, поэтому, чтобы для телезрителя стараться, мы стараемся писать общие шутки. Вечно зеленые такие темы. Да, да, да. Ну, понятные всем, не хвататься за основу дня какого-то, да. Сегодня вот от игры команд ожидаете что-то или думаете, ничего не буду ожидать, чтобы не разочаровываться? Посижу, позаписываю, потом перепишу и скажу, что я придумал. Как подходите? Ой, я не знаю, как мы очень много игр в этом году отыграли. Я пока даже не знаю, как мы будем играть в финал, как думать это все. Пока отдыхаю, у меня есть пару дней. Откуда КВНщики берут свое вдохновение? Если, по-моему, жизнь и так насыщена, и ты все время в таком кураже, и постоянно вот мозг у тебя кипит, работает. Как вы отдыхаете? Как вы придумываете? Я тоже хочу научиться. Пишем, ну, я не знаю, как сказать. Пишите, пишите, пишите. Да, то есть читаем новости, смотрим телевизор, берем оттуда какие-то... Три главных качества, какой должна быть шутка? Шутка должна быть острая, шутка должна быть резкая и смешная. Острые, резкие. У нас Алексей Кривень сегодня был в гостях. Друзья, наш КФУ затеяла игру КВН сегодня. Вам хорошо отдохнуть, получить удовольствие от игры наших крымских игроков. Мы продолжаем эфир.